Если вор на вышине, дело стало быть к войне. Если дать ему кружить, значит всем на фронт идти. Спектакль «Вечно живые» написал участник Великой Отечественной войны Виктор Розов. Репетиции были начаты еще до карантина. Примера постановки была намечена ко дню победы, но пандемия перечеркнула эти планы. Мы сейчас готовимся к спектаклю «Вечно живые». Это классик советской драматургии Виктор Розов. Мы репетируем этот спектакль уже почти год. Скоро будет, так как была пандемия, все понятные условия. Мы выходили, немножко репетировали опять. И вот наконец-то, слава богу, мы выпустим этот спектакль. То есть, наконец-то мы этот спектакль покажем, надеюсь, в скором времени уральскому зрителю. Театральный сезон в этом году открылся в конце сентября. Были показаны спектакли «Женитьба» по произведениям Гоголя. «Человек и джентльмен», «Трактирщица». Детские сказки тоже пользуются успехом среди зрителей. Работаем мы пока в субботу-воскресенье. Сказки у нас начинаются в пол-одиннадцатого. Билеты есть в кассе, есть также на руках у главного администратора. По крайней мере, мы там записываем зрителей желающих. Запись существует желающих зрителей посетить наши спектакли. Вечерний спектакль у нас начинается теперь раньше, чем обычно, в три часа дня, в субботу-воскресенье. В эту субботу-воскресенье у нас будет любимая уральцами комедия «Цайнистый калий с молоком или без». Артисты с нетерпением ждут, когда им разрешат снова собирать полные залы, ведь их работа неотрывно связана со зрителями. Карантин для творческих людей оказался суровым испытанием. Мы начали работать в прямых эфирах, начали работать в соцсетях, очень сильно активно, очень много снимать. Начали работать на камеру, многие не умеют работать на камеру, но учились, приходилось научиться, пришлось вернее. Учились в ГИТИСе, многие прошли обучение, вся почти труппа прошла обучение. В ГИТИСе онлайн обучение, то есть есть и плюсы этого всего, есть и минусы. Весь мир театра, люди в нем актеры. Только здесь понимаешь глубокий смысл этой фразы. Артисты играют роли, но в них они проживают жизнь. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.